Эх, не дождётся окончание суда недостроенный дом, который начали возводить на школьном стадионе. Пока владелец пытается доказать законность приобретения участка в высшем арбитраже, строение подвергается нападкам асоциальных личностей. Вокруг здания образовались кучи мусора, а сегодня злоумышленники устроили поджог в подвале здания. Местные жители сначала пытались справиться с огнём сами, но в итоге всё равно вызвали пожарных. Я цветы сажала, повернулась, всё полыхает. С дочерью ведрами пошли тушить. Потому что она не тухнет в подвале, что-то же мы не знаем, что там такое горит. Вот пожарные вызвали. Здесь были кто-то, я слышала, потому что я здесь вот была в этой стороне. Кидали, что-то кидали. Я думала, на мусорку приносят, кидают. Ну, может быть, на мусорку просто приносят. И потом был топот. Бежали два человека. Кто бежал, я не видел за забором, мне было не видно. И я потом, сколько я потом там же провозилась, потом вышла, уже всё горит. Что там? Специально поджигает. Вчера берег подожгли. Вчера полыхало здесь. Видите, у меня весь двор в этом, в этой гаре летело здесь всё. Сегодня вот опять подожгли. То есть дом заброшен, никому не нужно, не строится ничего, свалка кругом. Ужас какой-то. Никогда мы так не жили. Напомним, судебные разбирательства по поводу продажи спортивного поля возле 10-й школы идут уже не первый год. Согласно решению Балаковского районного суда, покупатели обязаны вернуть землю в муниципалитет, а это недостроенное здание снести. Однако разбирательства продолжились в высшем арбитраже. И пока школьное поле так и находится в подвешенном состоянии и привлекает внимание лишь пожарных, которые за два дня уже дважды приезжали тушить здесь возгорание.